На ручки хочешь ты, моя шмакадюшечка? Угостить 4-месячную дочку детским соком Наталья Филатова решила впервые. Продукт купила в хорошем магазине и марку выбрала дорогую. Девушка признается, подвоха в баночке никак не ожидала. Что самое важно, был вакуумный хлопок. У меня даже мысли не было, что там вообще что-то может быть. И когда я положила эту крышку, я увидела этого червяка живого. У меня больше всего поразило, что он живой. В магазине с возмущенной мамой спорить не стали. Деньги за продукт вернули, а товар забрали, мол, чтобы экспертизу провести. Теперь Наталья снова и снова пересматривает видео. На нем успела запечатлеть находку. Он у меня до сих пор перед глазами стоит, этот червяк живой. И вот он плавает замечательно в этом соке, его великолепно видно. Каким образом он тут оказался, я не могу понять совершенно. И каким образом он выжил в этой баночке. На горячей линии компании-производителя Наталью заверили, червь в баночку проник уже в магазине. Мы не виноваты в этом. Наш завод выпускает великолепную продукцию. Это вот условия хранения. Просто в следующий раз будьте внимательны. С киевским представительством немецкой компании связались и мы по скайпу. Там рассказывают свою версию, как червь мог попасть в сок. Вот я специально взяла баночку. Между резьбой горлышка и крышечкой есть небольшие пространства. В принципе, туда могла залететь пищевая моль, потому что это ее личинка. И из нее уже получится червячок. Ну, а куда залетела моль, это уже не к нам вопрос. Версию про моль, которая могла отложить личинку под крышечкой, в магазине отметают. Нет, дело в том, что оно же закупоренное было. Вы же понимаете, что такое могло образоваться только при приготовлении. Мы просто все питание, если вы заметили, мы просто вернули поставщику, покуда нам не дадут письменное объяснение, что случилось. И почему вообще такой может быть прецедент. Но это вообще такого за нашу историю жизни не было ни разу. Но на предприятии настаивают их бренду 80 лет. Система контроля отлажена идеально. Проверяют сырье, процесс производства и готовый продукт. Экспертизу все равно обещают провести. Говорят, уже отправили тот самый сок с червяком в центральную лабораторию в Германию. Через две недели обещают обнародовать результат. В областной госпотребинспекции считают, Наталья сделала ошибку, когда некачественный сок вернула производителю. Мол, экспертизу нужно было делать независимую. А теперь даже в магазине остатков партии не найдешь. Отобрать товар для лабораторных исследований именно из этой партии товара. Сдать его на лабораторные исследования, подтвердить, есть ли там сторонние предметы или там сторонние какие-то ингредиенты. И только в этом случае лаборатория, аккредитованная, может дать заключение о некачественности товара. С заключением лаборатории можно было бы и в суд пойти. Но Наталья говорит, наказывать кого-либо она не хочет. Просто боится, что другие мамы могут оказаться не такими внимательными. И какими будут последствия потребления сока с червяком, особенно для ребенка, трудно даже предположить. Екатерина Морозова, Алексей Жучков, Борис Буцевич. Объектив. Неделя.